ТВПЧ-2 На ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС из Одесской области отправили 15 тысяч человек. Сегодня их осталось в два раза меньше. В каждом Чернобыль оставил свой след. 30 лет прошло, а они говорят об этом так, словно все случилось вчера. Все в памяти, все это помнится, все эти вот дни. Разные дни, тяжелые, не очень тяжелые, грустные, веселые. Владимир Король. Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Военный. Обеспечивал связью сектор 30-километровой зоны. Пробыл в Чернобыле полгода. Мы на работы приезжали, как правило, в Припять уже в половине восьмого утра. Были в Припяти на разводе в комендатуре. И вот когда мы шли от машин, которые нас вывозили к комендатуре, вот ощущение, что человек живьем в могилу попал. Потому что вокруг все темное, вокруг все мертвое. Вокруг все опутано сигнализация там, колючей проволокой. Заброшенные вот эти вот деревни. В общем-то все брошено. Могильники там. Ну вот очень напоминало, по ощущениям очень напоминало зону. И вот сравнить с тем, что было до аварии, там же были чудесные места. Александр Курушин. Биолог, научный работник. Командирован на ликвидацию Одесским политехом. Отбирал пробы почв Чернобыля еще до аварии. После катастрофы был отправлен туда одним из первых. В зоне пробыл полтора месяца. Когда произошла авария, мы начали работать сразу в Одессе, в Одесской области. Ну вот, уровень радиации, ну, он повышался, ну, очень незначительно. То, что говорят сразу за Скандинаву, вот, норвежцы и шведы обнаружили это. Да, со спутников можно это обнаружить. Но нам повезло, что ветер подул на запад. Двумый ветер в другую сторону, не знаю, что было. Прежде всего, что бросалось в глаза, это отсутствие людей. Раз, это пустота полная. Второе, это бездомные животные. Евгений Матвеев, химик-дозиметрист. В зоне отчуждения пробыл 38 дней. Дозиметристы первыми шли в зону, замеряя уровни радиации. Все брошено. Двери заколоченные, окна заколоченные. Никто ничего не говорил об этом. Вот мы-то сами знали, уже знали, что идет уже заражение территории Украины. К Киеву подходились осадки от этого взрыва. Николай Шмаль – генерал-лейтенант, замкомандующего Краснознаменным Одесским военным округом по гражданской обороне. Выполнял работы на станции в Рыжем лесу и Припяти до октября 1986 года. Пока не попал в госпиталь. Работал в зоне с первых дней аварии. Знаете, было 1 мая, и люди немножко такие после застолья, такие были веселые, приходили, такие, знаете. Мы ничего им не говорим, а возра пункты приема у нас развел, техника прибывает, люди прибывают, и мы. А потом уже, когда стало светло уже, где-то часиков 10 в 11, уже где-то кто-то что-то пронюхал, и стали уже задавать вопросы. Стали задавать вопросы, что такое, где случилось, почему. И они, как-то, притихли, стали шутки, ушли в сторону. Проблема заключалась в том, что тогдашнее правительство, тогдашняя власть не была заинтересована в реальном освещении информации, насколько большие масштабы этой катастрофы. Сергей Макаренко, инспектор пожарной безопасности, принимал участие в ликвидации. В зоне пробыл полтора месяца. В тот момент была очень сильная лучевая радиация именно из зоны взрыва. И, конечно, первые ликвидаторы получили очень большое облучение. Это были сотрудники пожарной части по охране Чернобыльской станции. И они приехали первыми на ликвидацию аварию после взрыва. Я думаю, что они осознавали масштабы катастрофы и последствия, которые будут им нанесены в плане здоровья. Но это был героизм, конечно, тех людей, потому что... Я думаю, что четко люди понимали, что будет потом. На 25 апреля была запланирована остановка реактора четвертого энергоблока. Но решили провести какие-то испытания. Они должны были начаться 25-го. А получилось так, что на 9 часов они запоздали с началом этого эксперимента. Но защитная система вся, охлаждение, она уже была отключена 9 этих часов. Там пытались поднять вакуум в турбине самой. И при повышении вакуума в турбине вырабатывает, значительно увеличивается выработка электроэнергии. И хотели как раз провести эти эксперименты, ну, как у нас обычно, до 1 мая. Почему и торопились. И потом, когда начала повышаться мощность, и попытались эти стержни опустить, и в этот самый момент происходит парадоксальная реакция. Вот, в первый момент мощность только увеличивается. Когда поднялось это, значит, радиоактивное топливо, там, это самое, все то, что оно там было, ну, работало на эту станцию, когда взрыв произошел, его выбросило на крышу третьего энергоблока. Ну, и так по окружности везде, и на крышу. Там же было два взрыва. Первый был тепловой взрыв, хлопок, а потом взорвался еще газ. И вот этот разлетелись, как фейерверк, разлетелись куски, осколки и графита у стержней, и бетонных всех этих корпусов там, и металла, и всего, и всего. То есть все раскаленное, все до того раскаленное, что оно вызывало на крыше, на крыше машинного зала, который был рядом, куда оно попадало, все вызвали. И вот эти осколки как раз давали очень большую, высокую радиацию. На станции еще же не был достроен саркофаг, и происходил каждые 18 часов вот этот тепловой хлопок, так называемый, когда герметизация нарушалась, и выходило облако, ну, я бы не сказал пыли, но, во всяком случае, облако пара, облако дыма, там, со всеми этими радиоактивными веществами, оно ветром разносилось куда-то, оседало, естественно, на территорию, и таким образом заражалась та пыль, которая есть на дороге, а потом ветер ее мог поднять, и это все попадало в легкие. Вот это было самое страшное, потому что от прямой радиации там, ну, 1-2% можно было где-то найти радиацию такую, а все остальное, это вот это составляло опасность, так называемая пылевая радиация. Пыль, пыль просто попадает внутрь, в этом проблеме, и потом, можешь, ты же ее никак не достанешь. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Лес, который находился рядом со станцией, хвойный лес, значит, в первые часы аварии роза ветров такая, что понесла, значит, вот эти вот выбросы нуклидов, которые были во время аварии выброшены в атмосферу, понесла на этот рыжий лес и далее. И этот рыжий лес, почему его и назвали рыжим, он приобрел цвет желтый, не зеленый, а желтый. У меня сын тоже был, это офицер, его батальон заставили спилить этот рыжий лес, они его спилили, и батальон, который там у меня был, они все помирали. И сын мой, ему в 33 году он умер, единственный сын, который у меня был. Выходили туда все мокрые, оттуда все, брали туда песок бросали, потом свинец бросали. И вот этот вертолет, Завуйкальский военный округ, когда поднялся, пытался сбросить туда, вот, хвостом заделся, там большой кран стоял западно-германский, он хвостом заделся, его отломился, и они упали туда, и все загорели. Вот погибли. И эти ребята, все летчики были, имели боевой опыт с Афганистана, прибыли герои Афганистана были, и там защищали вот это, чтобы погасить это пламя, которое там было. Они все, эти ребята, погибли, понимаете? Большие неприятности доставлял йод. Йод – это короткоживущий радионуклеер. То есть период полураспада у него 48 часов. То есть через двое суток там практически не о чем говорить. Но он накапливается в щитовидной железе, то есть воздействие на организм очень страшное просто. Шапочка на голове и лепесток на лице, маска. Хотя они эффективны. Эффективно они… Ну, менять их надо каждые 3-4 часа, не больше. Не записывались реальные показания дозиметров сотрудников, которые занимались ликвидацией. То есть писались там какие-то показатели, которые не должны превышать нормативы для того, чтобы человек продолжал трудиться дальше. Потому что в реальности, если писать реальные показания, надо было набрать 20 рентген, это можно было набрать за 2 дня, и тебе должны были отправить обратно. А люди находились там месяцами. Вот это, наверное, та проблема, которая привела к таким последствиям в плане того, что ликвидаторы перенесли потом болезни и факторы, связанные с ухудшением здоровья именно из-за этого. И у всех было превышение нормативных облучений, и это потом сказалось индивидуально, каждому, и в семьях, и так далее. То есть это, к сожалению, ну, так мы жили. Если уже говорить о военных дозиметристах, ну, не знаю, чтобы они не обиделись. Но дело в том, что, во-первых, они не могли мерять, измерять уровни радиации. У них не было приборной базы такой. Уровни радиации, прежде чем появлялись где-то, не командир части даже смотрел это, а особист, который говорил, что тут не может быть таких уровней радиации. Были установлены нормы, 20 рентген. Это была, как бы, норма критическая, как бы, да, когда человек уже... А 25 считалось уже, в общем, смертельно. Чуть ли не там вообще. На самой станции дозы были, ну, вот, чтобы так сказать, 150 рентген, допустим. Это вентиляция. 150 рентген. 250 рентген я видел в пожарном этом вот колодце, в гидранте, куда нельзя было ставить ничего. То есть туда прибор опускаешь, ДП-5В такой прибор назывался, его опускаешь туда, и он начинает пищать, как сумасшедший просто. И все, там видно уже, какая радиация. А около, допустим, стены четвертого блока, которые вот замуровали, где коммуникации проходят, где все обрезано, где все... Там вообще было и 400, и 500 рентген. Там высокая радиация еще была. Но это же не предел, потому что в момент взрыва, после взрыва, после всего этого же, на крыше радиация была и 2000 рентген, и больше. Достаточно много погибло людей там. Вот дежурный персонал, я имею в виду. Во всяком случае, достоверно известно, что одного вообще не нашли, потому что он отвечал за охлаждение, за водяное охлаждение. И он знал, где кран главный. И он вошел в этот энергоблок, вот этот вот сам. Когда уже после взрыва, оделся и пошел туда, и закрыл этот кран, и так там и остался. Уже не вернулся. Он пожертвовал жизнью, да, ради вот того, чтобы вообще все не разлетелось. А могло бы быть хуже? А могло еще быть хуже, конечно. Перед входом на станцию есть автобусная остановка, где подходил автобус, и, ну, вахтовый, знаете, да, уезжали люди, приезжали люди. Так вот эта остановка, вот большая бетонная, знаете, у нас такие строятся, бетонные большие остановки такие, да, с крыши такой. Вот в эту остановку можно было только на коленях заползти. То есть высота была вот такая, крыша, вот так была, на этом уровне. Все остальное было заасфальтировано. А почему? А потому что, считайте, там весь май, там июнь, дальше до октября, вот это все, каждые 18 часов выхлоп, идет это облако, оно заражает местность, они проверяют предыдущие все эти отряды. И если это место заражено, то приезжают машины с асфальтом там, или с бетоном с чем-то, и делают новую стяжку, заливают это все, потому что иначе нельзя было никак. И вот эта вот толщина слоя этого, она поднялась уже, ну я не знаю на сколько, метр на два, наверное. Вместо того, чтобы уехать в чистую зону, допустим, обеспечить себе какую-то защиту, себе, своим близким, да, люди вынуждены были идти там и маршировать с транспарантами, с флагами, с портретами вождей. Население сразу не предупредили, поэтому большое количество населения, которое находилось в зоне поражения, пострадали именно из-за этого. Они продолжали жить обычной жизнью, не зная о том, что уровень радиации повышен до критического. Тогда же был министром здравоохранения академик Щазов. Вот он везде выступал и доказывал, что это все радиофобия, все в порядке, радиация бьется, не надо, все нормально, все хорошо. Это было. 1 мая киевляне вышли на демонстрацию. Конечно. Это же коммунизм. 1 мая должно было состояться. Тогда было все же по команде. Тогда ты не мог не выйти шариками, списки составляли. Пошла команда, всех собрали. Если не пришел, проблемы на работе. И в Киеве, и на территории Белоруссии. Это как бы пережитки режима. При въезде в зону обязательно на станции, которые назывались пункт санитарной обработки, висели наши вещи, закрепленные конкретно за каждым человеком, и который одевался при въезде в зону, переодевался в эту спецодежду, так называемую. И в этой спецодежде работали. Из зоны возвращались, душ, переодевались в чистое, так называемое, хотя загрязнение было и на территории полка достаточно высокое. Но, тем не менее, все-таки меньше, чем в зоне. Это уже урожай полный. Это огромнейшие яблоки висели. Это большущие грибы. Просто вот в диаметре, не знаю, шляпка там сантиметров по 30, наверное, грибы вот такие. Но грибы, они самые, больше всего накапливают радиацию. И вообще, везде на обочинах стояли знаки. Туда входить нельзя было, потому что там, где трава, где земля, где вот все, кусты, там все было заряжено. Не просто так побывать там и видеть все это. Были случаи у некоторых ребят до каких-то психических расстройств даже. Вот там находясь уже. То есть некоторые начинали, вот то, что я замечал, начинали постоянно мыть руки, считая, что вот они, значит, чтобы не заразиться там, чтобы не получить радиацию, еще чего-то. Я мутантов там не встречал. То, что там было, были обычные вот эти вот одичавшие собаки, там где-то свиньи, рыба, все было обычное. Рыба была, которая плавала на поверхности, как оглушенная, потому что кидали бор над реактором, его разносило везде. Только из-за этого. Ну, вполне могло быть. Всех домашних животных тоже отлавливали, уничтожали, отстреливали. И в могильнике, вот в те же самые могильники, все это. Все это уничтожалось. Ну, и дома, и все. Все это очень печально. Оперативная группа, Министерство обороны, решили этих, и уничтожили, чтобы там они не кусались, там ничего не случилось. И когда поехали уничтожать этих собак, собаки бегут, к ним думают, что, ну, как мы вот ездили, там с ними работали, что-то они кусок хлеба дадут, что они там, их стреляют от их собак. Они потом стали умные собаки, они стали, когда едем, даже мы, они потом увеличивают, как уже убегают, понимаете? Оборудование, автомобили, там спецтехнику, его просто закапывали. Находили, естественно, углубления почвы, в почве какие-то карьеры, там какие-то ямы, и вот готовили их к тому, чтобы там захоронить технику, и закапывали, укладывали большой слой грунта, там и так далее. Там есть специальные технологии, для того, чтобы меньше потом в результате было излучение. Проникает вода, подпочвенные воды попадают в эти могильники, они потом несут эти нуклиды дальше. Я думаю, что проблема не решена на сегодняшний день. Вот именно заражение этих территорий. Когда проводили там исследование, там оказалась парадоксальная ситуация. Станцию-то вычистили, можно сказать, вылезали, она была чистой, а зона осталась, такой, как она есть, и уже получается, что не станция наносит вред окружающей среде, а окружающая среда загрязняет станцию. Ничего там никуда не делось. Оно все осталось там, потому что все вычистить или вымыть невозможно. Поэтому там и есть эта зона. Зона заражения вот эта вот осталась. Опасность сохраняется в том плане, что реакция не остановлена ведь. Реакция этого реактора, сама внутри, которая сейчас происходит, она ведь не... ее невозможно остановить. То есть вот сколько этот уран существовать будет, пока он не разложится, все будет происходить, эта реакция там. А опасность заключается в том, что корпус сам, этот саркофаг, на сегодняшний день рушится. По нашим человеческим меркам, эта реакция до тысячи лет. В этом месте жить только и радоваться жизни. Но, к сожалению, так сложилось, что это место долгие десятилетия, столетия будет закрыто. Эти экстрим-туризмы, которые попридумывали, это, извините, дебилизм чистой воды. То есть, почему не проводят экскурсии, скажем, в свежевырытую могилу? Почему не проводят экскурсии на какие-то кладбища, где открытые могилы, и вот ходить, смотреть на эту вырытую яму? Это неправильно, так быть не должно. Тем более, есть одна такая вещь. Период полураспада очень велик, достигает сотен лет. А территория полностью не очищена. И она еще долго будет, скажем так, необитаемой. Все равно жизнь продолжалась. И к нам приезжали артисты. Вот прямо туда, в Чернобыль. Несколько групп приезжало, разных артистов. И выступали там. Прямо там, ну, зал большой был, где они выступали, где собирались все, если не задействованные, конечно, где-то на пожаре. Вот. То есть, все это, вот эта сама жизнь внутри, она все равно, как бы там ни было, тяжело ли чего-то, но хотелось все равно чего-то хорошего, чего-то доброго, чего-то светлого. Мы были молоды, настроены были оптимистично. После смены приезжали, играли там в разные игры, бесились. Я вспоминаю, во всяком случае, этот период жизни своей с оптимизмом и с улыбкой. Нас встречали как героев. Цветы, музыка, торжественные собрания, поздравления. Ну, так необычно. Ты же не чувствуешь, что ты совершил подвиг. Ах, тебе так относятся, как ты вроде герои. Ну, прикольно было. Нет, нет желания туда вернуться. Ну, если мне хочется испытать что-то, я сяду, погоняю. И, в принципе, нормально. Ехать туда... Придется... Нет, не хочу. Вспомнить всех, кого нет. Это скрип. Причины этой катастрофы находятся в тех личностях, которые управляли тогда этой станцией, а не в том, что система ненадежна. Просто люди так устроены, хотят что-то там проверить, попробовать новое. Ну, вот это был неудачный эксперимент, который привел к таким трагическим последствиям. Это большая беда для всего человечества и, в частности, для тех, кто участвовал там. Это большая беда. Фукусима несравнима с Чернобылью. Ни в коей мере. Там все гораздо меньше и все гораздо проще. Я не знаю, сколько лет будет еще там продолжаться эта реакция. Это надолго. Что самое такое, знаете, паскудное, все льготы с каждым днем, с каждым годом все меньше и меньше и меньше у них, у Чернобыльцев получается. Поэтому, что они вот, черновцы говорят, вот мне вот это не доплачивают, это не дают, это инвалидность не дают и так далее. А у нас получилось так, что кто там не был, они себе документы подоставали и они пользуются теми льготом. А кто там был, как всегда, он не может все, они уходят за свои права, как говорится, выступают везде, требуют, просят. И даже во время всевозможных таких акций даже там умирают. И уходят никому забытые, никому не нужные. Никаких лекарств никто не дает. Мы выполняли тяжелую работу, опасную работу, но это была работа. Сегодня, сегодня живущие чернобыльцы, они совершают подвиг. Почему они совершают подвиг? Потому что, будучи больными, как правило, 99,9% чернобыльцев, вне зависимости, есть инвалидность или нет, это больные люди. То есть, последствия аварии сказываются. И вот подвиг этих людей заключается сегодняшний в том, что вот в этих свинских условиях они выживают и живут за тех ребят, которые ушли. Ушли, которые отдали свою жизнь, спасая других. Вот сегодня наша жизнь это сплошной подвиг. Наш мирный атом нас не пощадил. В тот день на станции погибли люди. В Чернобыль съехали со всей страны, чтоб мир спасти от ядерной заразы отчаянно отважные сыны. Дела их подвигом сочли не сразу. Враг был невидим, страшен и свиреп. Людей калечил с ярым хладнокровием. Все ж саркофаг закрыли в декабре, хоть поплатились с собственным здоровьем. Летит неумолимо время вдаль, чернобыльцы от нас уходят в вечность. В сердцах не утихает скорбь, печаль и память о героях бесконечна. Полмиллиона человек вели сражение с невидимым врагом. Чернобыль оставил тысячи безымянных героев. Вечная память им и спасибо живым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok